Жюль Дюран Он, однако, позволил Жюлю Дюрану отчетливо рассмотреть время на циферблате его часов. Жюль Дюран отметил, что было немного меньше пяти. Этому указанию вполне соответствовала тишина, царившая в доме. Августина, старая кухарка, еще не вставала. В этом она лишь следовала примеру всех жителей ленивого маленького городка Бленвале на Аранше. В пять часов утра Бленвале и Бленвальцы еще почивали глубоким сном. Последив с минутку движения обеих стрелок, Жюль Дюран хотел уже положить часы обратно на ночной столик, когда легкое дуновение ветра пощекотало ему ноздри волной аромата. При этом душистом прикосновении круглое и полное лицо Жюля Дюрана расцвело от удовольствия. Он бережно и любовно вдохнул эту весеннюю утреннюю дань. Она напомнила ему о том, что прекрасное время года наконец настало, и что несколько дней тому назад большая акация, красовавшаяся своим узловатым стволом и нежной листвой на маленькой площади, вновь покрылась цветами. При этой мысли Жюль Дюран не мог выдержать и с фуляром на голове, с хлопающим по икрам подолом рубашки, шускочил с кровати и подбежал босиком к окну, чтобы посмотреть на долгожданное цветение любимого дерева. Жюль Дюран, облокотясь на подоконник и распахнув ставни, имел возможность, не переставая созерцать акацию, расположенную почти прямо против него на незамощенном уголке площади, лишь слегка высунувшись из окна, видеть направо от себя дощечку с нотариальным гербом метра Варда. Жюль Дюран не мог смотреть на эту дощечку, не возвращаясь невольным мыслю к прошлому и не испытывая некоторой нежности. В самом деле, с тех пор, как три года тому назад Жюль Дюран перебрался в Бленваль, господин Варда был одним из тех бленвальцев, с которыми он поддерживал самые тесные отношения. Более того, господину Варда был он обязан тем, что поселился на площади Мартина Гривуара и получил благодаря этому возможность с наступлением первых весенних дней любоваться зеленью акации, цветочный запах, который в эту минуту он впитывал в себя с наслаждением. Все же, несмотря на удовольствие, которое ему доставлял этот благоухающий дар, Жюль Дюран вспомнил, что он в одной рубашке, не обут, и возвратился в постель, где продолжал свои размышления, ожидая, когда старая Августина, тяжелые шаги, которые разносились теперь по дому, принесет ему кофе. Углубившись в воспоминания о подробностях своего прибытия в Бленваль, ставших уже далекими, Жюль Дюран постепенно следил все течение своей жизни и припоминал обстоятельства, побудившие его избрать именно этот уголок земли, а не другой, чтобы закончить здесь свои дни в прочном покое, стремление к которому было главной целью его жизни и трудов. В восемнадцать лет, когда умер его отец, Жюль Дюран был крупным, толстощеким юношей, коротколапым и неуклюжим. Прибавьте к этому, что он лишен был бойкости и сметливости. Он не мог рассчитывать ни на чью помощь. Его единственным оружием были его терпение, воздержанность и упорство. Заметьте также, что хотя Жюль Дюран и не вполне был неудачником, он нередко страдал от того, что называется невезением. Не то, чтобы ему приходилось претерпевать большие несчастья, настоящие катастрофы, но судьба словно испытывала злорадное удовольствие, нанося мелкие удары ему и его начинанием. Всех этих небольших огорчений и маленьких неудач оказалось, однако, недостаточно, чтобы сделать его пессимистом. Наоборот, он сохранил изумительное, наивное доверие к людям. Добрейший Жюль Дюран не верил в коварство и злобу своих ближних. Он весьма искренне отрицал, чтобы кто-нибудь пытался ему когда-нибудь повредить и не соглашался признать, чтобы с ним когда-нибудь поступали недобросовестно. И, в сущности, Жюль Дюран не прогадал действия и мысля так. Жизнь в целом, несмотря на все ее царапины, была с ним не слишком злой, потому что, в конце концов, он добился от нее того, чего больше всего желал. Правда, это нелегко ему далось. Он должен был ломать свой характер от природы робкой и сдержанной. Он пожертвовал своими вкусами, склонявшими его к домоседству. Страховой агент, представитель торговой фирмы, он провел большую часть своей жизни на улице в утомительной беготне и тягостных разговорах. Мягкий и застенчивый, он должен был проявлять резкость и настойчивость. Ему надо было спорить и убеждать. Рожденный для семьи и домашнего очага, он в течение сорока лет знал лишь трактир и меблированные комнаты. Он остался холостяком по расчету и целомудренным из экономии. Да, но за все это он получил награду. После долгих лет труда и лишений Жюльдеран осуществил свою мечту, что редко удается кому-нибудь, даже когда мечта бывает скромной и разумной. В шестьдесят лет он обладал шестью тысячами франков. Френты, которые должны были обеспечить ему спокойную старость, и поселился в провинции, в собственном доме, в тихом городке, где он мог прогуливаться мелкими шагами, не опасаясь толкотни прохожих, а потом под вечер выйти с палочкой в руке за город, чтобы пройти среди полей, слушая, как птицы на деревьях поют свою вечернюю песенку, и жуя цветочек, сорванный под откосами дороги. При этой мысли Жюльдеран повернулся в кровати. Сладкий запах проникал в комнату. Положительно акация благоухала. С ее ароматом вскоре смешается приятный аромат утреннего кофе, который Августина не замедлит принести. И Жюльдеран с удовольствием прислушивался к стуку ее щетки на лестнице. Жюлюдерану это доставляло истинное удовлетворение. Эта лестница была его лестницей. Этот дом был его домом. Завернувшись в одеяло, он вкушал эгоистическое наслаждение улитки в своей раковинке. Он был владельцем недвижимости, так же, как сосед и друг его, нотариус Барда. Это были два наилучше расположенных дома на площади Мартина Гривуара, ближайших к акации. Как хорошо сделал он, поселившись в Бленвале, и как благословлял он случай, который привел его сюда. По всей Франции рассеяно бесконечное число очаровательных маленьких городков. И вот из всех маленьких французских городов Бленваль, быть может, единственный, который в виде какого-то чуда лишен всякого интереса. Вообразить себе маленький городишко в 3800 жителей без малейшего намека на живописность. Заурядные улицы, окаймленные домами без стиля, без возраста, без характера. И все-таки Жильдеран не без удовольствия вспоминал о своем прибытии в Бленваль. Больше трех лет прошло с того дня, когда, справившись в гостинице об адресе нотариуса, он впервые позвонил у дверей мэтра Барда. Этот звонок был его первым решительным актом раунтье. И всякий раз, как он потом заходил к господину Барда, он вновь испытывал это ощущение независимости и благосостояния. Впрочем, господин Барда сразу же принял его теплым радушием своего приема, контрастировавшим с суровым и торжественным видом кабинета, где нотариус принимал своих посетителей. Когда Жильдеран изложил метро Барда свое намерение приобрести дом в Бленвале, чтобы там обосноваться, нотариус стал горячо уговаривать его осуществить этот проект. Бленваль — самое подходящее место для такого человека, как Жильдеран, чтобы там поселиться, и господин Барда готов был помочь ему в этом деле всем своим профессиональным опытом. Жильдеран был крайне удовлетворен этим первым свиданием своим с мэтром Барда. На следующее утро он начал осмотр недвижимости, который ему указал нотариус. Из всех домов им виденных дом на площади Мартина Гривуара ему наиболее понравился. Он выглядел прилично, хотя и скромно, был удобно распланирован и сходен по цене. Правда, Жильдеран, быть может, хотел, чтобы при доме имелся садик, но сады почти совершенно отсутствовали в Бленвале. Когда бленвальцам хотелось подышать воздухом, они отправлялись на проезжую дорогу. Такое презрение к ботанике было типичным для местного населения. Единственным деревом в городе была акация на площади Мартина Гривуара. Жильдеран собирался наслаждаться ею из своего окна. Наконец, купчая на дом была утверждена. После некоторых необходимых приготовлений Жильдеран скромно меблировал его, и месяц спустя после прибытия в Бленваль новый владелец в нем поселился. В тот же день он получил приглашение посетить семейство Варда. Госпожа Варда, слыша не только самой элегантной дамы Бленваля, но и самой образцовой в нем хозяйкой, любезно согласилась уступить Жильдерану свою кухарку Августину, ставшую слишком старой для того, чтобы служить в таком важном доме, как дом Варда, но вполне пригодной для того, чтобы вести хозяйство у холостяка. Если Жильдеран сохранил приятные воспоминания о своих первых шагах в Бленвале, он все же не мог не сознаться, что чувствовал себя там немного чуждым, и что жизнь его не лишена была некоторой скуки. Когда наступала зима и начиналась плохая погода, Жильдеран проводил долгие часы у окна, созерцая булыжники площади Мартина Гривуара, и во время этих созерцаний завязалась у него дружба с соседкой его Акацией. Истинная симпатия к Акации на площади Мартина Гривуара зародилась в Жильдеране в один ветреный день. Над Бленвалем разразилась настоящая буря. Шквал наполнил городок стонущим гулом, гнул флюгера, срывал ставни, сбрасывал с крыш черепицу и загонял в дома перепуганных бленвальцев. Жильдеран посматривал поочередно на небо, набухшее тучами, и на вихре пыли, подымавшиеся на площади. Но вскоре все его внимание было поглощено Акацией. Бедное дерево переживало трудные минуты, его большие ветви раскачивали со стоном, а маленькие метались в истинном ужасе, словно прося помощи. Минутами казалось, что ветер сейчас вырвет с корнем или сломает его. И борьба эта начала мало-помалу захватывать Жильдерана. Она смутно представлялась ему образом его собственной трудной жизни. И когда дереву удавалось устоять против нового воздушного натиска, он испытывал от этого некую гордость и готов был аплодировать такой героической обороне. Никогда еще день не проходил для Жильдерана с такой быстротой, и всю ночь ему снилась картина, которую он только что наблюдал. Поэтому он спал довольно плохо и несколько раз просыпался, воображая, что слышит зловещий треск. Утром, едва он пробудился, первой его заботой было подбежать к окну. О, счастье! Акация по-прежнему крепко стояла на месте. Она грела на солнце свой израненный ствол, простирая в лазури измученные ветви. И Жильдеран почувствовал при этом зрелище истинную радость. Его сердце расширилось от блаженства. Он хотел бы возвестить эту победу всему Бленбалю. Теперь у него был здесь друг. Поэтому для него было настоящим праздником, когда несколько дней спустя акация начала покрываться листьями. С каким заботливым вниманием следил Жильдеран за успехами героини с площади Мартина Гривуара. Но его энтузиазм достиг предела, когда к листве присоединились крупные гроздья душистых цветов. Он не уставал ими восхищаться. И чтобы лучше вдыхать их аромат, он держал ночью окно открытым, что противоречило его гигиеническим принципам. Но он полагался на свой фуляр, который должен был защитить его от ночной прохлады. Такое неблагоразумие могло иметь последствия жестокий насморк. Любовь всегда заставляла людей совершать безумство. А Жильдеран испытывал именно любовь в самой неожиданной форме к этой акации, убранной цветами как невеста и протягивающей ему свои душистые букеты. Поэтому, когда период цветения окончился, Жильдеран продолжал выражать признательность предмету своей любви. Не раз летом в месяцы засухи Жильдеран в качестве заботливого влюбленного выходил ночью из своего жилища, чтобы полить корни своего обожаемого деревца. Он делал это тайком, из страха, как бы старая Абгустина не стала смеяться над ним. И он умер бы от стыда, если бы господин Варда поймал его за этим сельским занятием. Надо сказать, что Жильдеран несколько раз уже пытался поделиться с нотариусом своим восхищением акации на площади Мартина Гривуара, но господин Варда презрительно пожимал плечами. Мэтр Варда был важной особой и занимал в Бленвале выдающееся положение. Купив пятнадцать лет назад одну из нотариальных контор в городе, он довел ее до состояния высокого процветания. Мало-помало у конкурирующего нотариуса, мэтра Пенесье, клиентура стала убывать. Его контора была сейчас почти всеми забыта. Одной из черт господина Варда, наиболее внушавших к нему почтение, была его манера тратить свои деньги. Господин Варда умел, как говорят в провинции, заставлять плясать червонцы. Между тем, крупная буржуазия и мелкая аристократия Бленвале, составлявшие его избранное общество, тщательно соблюдали во всем строжайшую экономию. Зажиточные семьи Бленвале не признавали роскоши и излишеств. Бленвальцы никогда не впадали в расточительность и скорее даже проявляли некоторую склонность к скупости. Но если таковы были бленвальские нравы, то по старинной и необъяснимой последовательности все то, что бленвальцы и бленвалянки осудили бы в самих себе, они без оговорок и без зависти допускали в супругах Варда. Больше того, они взирали на образ жизни, столь отличный от принятого ими, с некоторым восхищением. Весь бленваль одобрял роскошную жизнь своего мэра и нотариуса. В обеих этих должностях мэтр Варда внушал безграничное к себе доверие. Значительные капиталы были отданы ему в руки. Он был, можно сказать, финансовым администратором всего бленвалья. Таково было обаяние господина Варда, которому все покорялись и против которого было очень трудно устоять Жюлю Дюрану. Тем более, что мэтр Варда выгазал себя очень любезным к нему, когда он приехал, чтобы поселиться в Бленвале. Поэтому Жюль Дюран не замедлил последовать общепринятому обычаю и попросил господина Варда принять его капитал, чтобы держать, хранить его и распоряжаться им. Следствием этой передачи имущества было второе приглашение к нотариусу на обед, за которым супруга нотариуса появилась в самом очаровательном декольте. С этой минуты Жюль Дюран сделался настоящим бленвальцем и вместе с тем одним лишним поклонником поступков и поведения господина Варда. Его поклонение, впрочем, было искренним. Зачем только господин Варда не любил акаций? Это было единственным, за что его мог упрекнуть Жюль Дюран. Если господин Варда считался во всем бленвале образцом мудрецов и фениксом нотариусов, два голоса все же выпадали из этого согласного хвалебного хора. Да, господин Варда насчитывал двух хулителей. Одним был его собрат господин Пенесье, другую — старый Августино. Надо сказать, что господин Пенесье не стеснялся в своих выражениях, характеризуя этого господчика Варда. Что касается старой Августины, то она была менее категорична. Она только сознавалась, что господина Варда, у которого она раньше служила, у нее душа не лежит. Он совсем уж не такой хороший человек, ваш Варда, как вы воображаете, господин Дюран, — говорила она. Пусть он строит из себя милашку и ангела, меня, старого воробья, не проведешь. Он порядочное зелье наш, мэр. И не очень-то сладко бывает, когда он себя показывает. Честное слово. Я видел, как он обращается с этой бедняжкой, госпожой Варда, словно с последней девчонкой. Уж не знаю, из-за чего у них там дело началось. Должно быть, из-за этих проклятых денег. Надо было послушать, как он ругался, господин Варда, так что бедная дамочка, наконец, окрысилась и обозвала его негодяем. Правда ли это ж, не знаю, только, может быть, что и так. На свете довольно найдется негодяев. И не все люди сделаны из хорошего теста, как вы. Жильдеран улыбнулся, вспоминая слова Августины. Они были не в силах поколебать восхищение, которым он был преисполнен вместе со всем бленбалем по отношению к господину Варда. Как раз в эту минуту Августина, постучав в дверь, вошла, держа в руках поднос, на котором находился утренний завтрак ее хозяина. Поставив поднос на столик, она приняла ждать неизменного вопроса, который ей задавал каждое утро Жильдеран, прислоняясь к подушке и оправляя ушки своего фуляра. Ну как, Августина, что нового сегодня? Нового, сударь, поправь сказать, ничего нет, так как вам доставит мало удовольствия узнать, что господин Варда едет сегодня десятичасовым поездом в Сан-Гран-Вье. Он только что приказал Пьеру заложить шарабан, я это слышала, через дворовую стенку. Он очень неспокоен последние две недели, господин Варда. Вот в третий раз на этой неделе, как он ездит в Сан-Гран-Вье. Что он там стряпает, этот старый фокусник? Уж не захаживает ли он к тамошним красоткам? Ведь мужчины такие дураки. Жильдеран положил в чашку два кусочка сахара. Ушки фуляра задвигались у него на голове. Запах горячего кофе приятно смешивался с ароматом акации. Жильдеран был настроен весьма игриво в это утро. Хе-хе-хе! Быть может, вы не ошиблись, Абгустина! Из привычного ей духа противоречия Абгустина пожала плечами и презрительно посмотрела на своего хозяина. Ну, нет, вы меня все-таки не уверите, что господин Варда бегает за девчонками. У него других хлопот полон рот. У них в доме неладно. Уж вы мне поверьте, господин Дюрам. Эти знают Фелиси, горничной госпожи Варда. У госпожи Варда каждый день нервные припадки. Она плачет и бичится, она решительно ничего не выносит. Да, эти дамы не то что женщины, как мы с вами, господин Дюрам. Хотя Жюль Дюрам покорно согласился с таким обобщением, относившим его к полу, причисляя себя к которому он, однако, не имел никакого права, Абгустина смелила его недовольным взглядом. Ничто в продолжении дня, последовавшего за этим утром, не позволяло предвидеть событие, которое должно было повернуть милейшего Жюля Дюрана в горестное оцепенение. После того, как Жюль Дюран в одиннадцать часов по обыкновению позавтракал в столовой и выкулил трубку, он прошел в переднюю, чтобы взять там удочку, коробку с червями и рыбную сетку. Ему предстояло свидание со сборщиком податей, господином Ребеном, пригласившим его половить вместе с ним рыбу на берегу Оранж. С тростниковой палочкой на плече Жюль Дюран шел на свидание с Ребеном. Проходя мимо Акации, он еще раз любовно посмотрел на нее и ласково потрогал ее славную кору. Сделав это, он направился к Оранжу и расположился на берегу реки рядом с Ребеном. Когда на уродливой церковной колокольне пробило шесть, оба сложили свои удочки и двинулись обратно в Бленваль. Шагая по дороге, Жюль Дюран с нежностью думал об Акации. Именно к вечеру от цветов ее исходил особенно сильный аромат. Жюль Дюран ускорил шаги, идя бок о бок со сборщиком подойти Ребеном на свистывшем военный марш. Они миновали квартал двух мостов, поднялись вверх по Крестовой улице и в ту минуту, как на ратуши пробило половину седьмого, вышли на площадь Мартина Гривуара. Как и можно было ожидать от влюбленного, Жюль Дюран прежде всего устремил взор в сторону своей дорогой Акации. Он много раз вспоминал о ней в течение сегодняшней рыбной ловли и на обратном пути в Бленваль радовался при мысли, что вновь увидит на площади свою возлюбленную Акацию. Обычно, возвращаясь к себе, Жюль Дюран замечал, как ветки ее рисуются на фасаде его дома. Но сегодня, сколько он не смотрел, он ничего не мог различить. Дерево исчезло. Потрясенный! Жюль Дюран испустил возглас изумления. Был ли он жертвой галлюцинации? Уж не сошел ли он с ума? Что значила эта внезапная слепота? Жюль Дюран провел рукой по глазам. Он искренне надеялся, что сейчас снова увидит Акацию. Но нет. На месте, где она раньше стояла, толпилась кучка Бленвальцев, десятка два мужчин, женщин, детей. Вдруг кучка раздалась в стороны. Эрто, полевой сторож, грозил своей палкой мальчишкам, которые прыгали, широко размахивая, цветущими ветками. Жюль Дюран побледнел, как смерть. Среди столпившихся кружком любопытных Акация лежала на земле, покрывая ее своими широко раскинувшимися ветвями. И бедному Жюлю Дюрану показалось, словно он присутствует, презрелище убийства. Негодование, которое он испытывал, пригвоздило его к месту. Ноги его подкашивались. Слезы, гневы и скорби подступали к глазам. Его Акация, его дорогая Акация лежала здесь, злодейски срубленная, вытянувшись в пыли со своими прекрасными цветами, которые еще этим утром торжествуючи распускались на солнце. Но для чего они это сделали? Кто мог отдать такое жестокое и бесполезное приказание? Кто был его врагом, постаравшимся уязвить его в самой сердечной его привязанности? Ибо бедный Жюлю Дюран искренне и наивно верил, что это покушение было направлено против него. Зачем убили его единственного друга? Ибо что значит для него этот ребен, стоявший возле него? Что значили для него все бленбальцы, которых он знал? Если он кого любил, то только это дерево, свое прекрасное дерево, свою прекрасную, зеленую и благоуханную акацию, которая так красиво возвышалась на унылой площади Мартина Гривуара, а теперь жалобно лежала, с корою взрезанной топором, с ветвями сломанными при падении, с цветами, разошедшимися по рукам шалунов. Жюль Дюран бросился к полевому сторожу. При его приближении Арто поднес руку к фуражке. Жюль Дюран стоял перед ним, что-то бормоча, задыхаясь судорожно сжатым горлом. Слова с трудом выходили из его рта. Наконец ему удалось произнести сдавленным голосом. — Несчастный! Что вы сделали? Зачем вы срубили акацию? Арто с удивлением смотрел на Жюль Дюрана. Он не узнавал в нем мирного и скромного буржуа, которого он всегда почтительно приветствовал. Жюль Дюран топал ногой. — Срубить акацию! Арто видел крайнее возбуждение Жюля Дюрана, не понимая причины его. Что хотел господин Дюран сказать, говоря о своей акации? Видно было только то, что он сильно разгневан. Благоразумный Арто почувствовал потребность сложить в себе ответственность. — Честное слово, вы не должны на меня сердиться, господин Дюран. Так приказал господин мэр. Я здесь ровно ни при чем. Славный Арто имел смущенный вид. Он ударил палкой мальчишку, который подошел, чтобы сорвать ветку с поваленного дерева. Столяр Рабуа и дровосек Ларонти натягивали свои пиджаки, которые они сняли, чтобы совершить свое смертоносное дело. Зрители расходились, потому что приближался час обеда. Полевой стора собирался тоже пойти выпить стаканчик Славонти Рабуа. Он вежливо поклонился Жюлю Дюрану. — Право же, господин Дюран, не стоит расстраиваться из-за таких пустяков. Деревом больше, деревом меньше, Бленваль останется все тем же Бленвалем, словом сказать, знатным местечком. К тому же ей, наверное, было скучно этой акации стоять одной на площади. Витерь, все это вышло из-за ее цветов. Кажется, от них болела голова у супруги господина мэра, будто они ее нервировали, как выразился господин Варда, когда зашел ко мне сегодня утром по дороге на вокзал, чтобы велить мне взять с собой Рабуа Ларонти и свалить этого гражданина, не откладывая. Мое дело слушаться приказа, но мне очень неприятно, господин Дюран, что мне и этим двум молодцам пришлось огорчить вас. Ларонти и Рабуа, видимо, соглашались с маленькой речью полевого сторожа, но Жюль Дюран не слушал его внезапно. При имени господина Варда он кинулся к двери нотариуса и стал дергать изо всех сил звонок. Когда дверь открылась, он оттолкнул горничную Фелиси и, не стучаясь, не подумав о том, чтобы снять шляпу, ворвался в кабинет господина Варда. Мэтр Варда сидел за своим бюро и проверял толстую пачку банковых билетов. Весьма, видимо, раздосадованный появлением посетителя, он поспешно сунул связку в ящик, закрыть который Жюль Дюран не дал ему времени. Вне себя господин Дюран схватил нотариуса за плечо и принялся силой его трясти. Господин Варда резко оттолкнул его и поднялся, прокинув за собой свое кресло. Он нащупывал в своем кармане револьвер, который всегда имел при себе. Когда возвращался с Сан-Грам-Вьей, с ценностями или важными бумагами, чего хотел от него этот листовый? Не сошел ли Жюль Дюран с ума? В тишине кабинета раздался повелительный и недовольный голос господина Варда. Послушайте, Дюран, что означает ваше поведение? Вы являетесь ко мне как громила. И потом, что это за манера хватать людей за плечо? Почему бы сразу не за горло? Честное слово, Дюран, я вас не узнаю. Что с вами случилось? Ну, говорите же, какая вас муха укусила? Опять сплетни этого мерзавца понеси? Ну же, выкладывайте скорее, я знаю, этот господин на мой счет не стесняется. Извольте объясниться. Мэтр Варда не был больше тем елейным нотариусом, который пленял всех бленвальцев своим приятным обращением, опершись кулаками на стол, наклонивший всем корпусом вперед, вобрав голову в плечи. В вызывающей боевой позе он казался плотным и коренастым, сильным и грубым. Оборотливый, любящий жизнь буржуа, вдруг показал себя расчетливым хищником. Но бедный Жюль Дюран был не в таком состоянии, чтобы заметить это тревожное превращение. Он видел перед собой только палача своей дорогой акации. Ярость его достигла предела. Акация! Акация! Зачем вы велелись срубить мою акацию? Гнев Жюля Дюрана был столь комичен. И причина его столь неожиданна, что господин Варда сразу успокоенный не мог удержаться, чтобы не разразиться хохотом. Но его веселость быстро сменилась раздражением. Так это из-за акации дуралей наделал такого шума. Хорошо же, он ему сейчас покажет. Господин Варда сделался холодным и ироническим. Ваша акация, говорите вы, мой дорогой Дюран, но она принадлежит городу, ваша акация. Да, я велел ее срубить. Она уродовала площадь. А кроме того, ее цветы отравляют и раздражают соседей. Ко мне поступали на этот счет жалобы. Тогда я принял решение. Я имел на это право. Разве я не мэр Бленвала? Да, господин Варда выпрямился. Он восстановил свой авторитет. Теперь ничто больше не мешало ему перейти на примирительный тон. Ну, довольно, мой дорогой Дюран. Я вам прощаю вашу выходку. И прошу вас не сердиться на мой поступок. Мэр должен заботиться о благе всех граждан, а не о частных интересах. Я был немного резок с вами, но я сейчас несколько расстроен. Моя жена чувствует себя нехорошо. Черт побери, если бы я знал, что вы дорожите этим деревом. Но что сделано, то сделано. Но руку! Жюль Дюран попятился в глубину комнаты перед протянутой рукой нотариуса. Лицемерие и лживые сожаления господина Варда возмутили его еще сильнее. Его гнев перешел в ненависть. Никогда, слышите вы, никогда. Все кончено между нами. Я не желаю разговаривать с человеком, срубившим мою акацию. Бедное, безобидное дерево, которое я любил, которое составляло мою радость. И я не останусь здесь. Я уеду из пленвала. Я продам свой дом. Господин Варда сделал жест безразличия. Жюль Дюран непоправимо сошел с ума. Он перестал его интересовать. Такая позиция еще более взбесила Жюля Дюрана. Страстная жажда мщения его обуяла. Внезапно его наполнила горькая радость. Он нашел. Он продолжал. Да, я продам свой дом. И сейчас же отправляюсь к метру Пенисси. Господин Варда нахмурил брови. Жюль Дюран прибавил. Но прежде вы мне отдадите мои деньги. И немедленно. Иначе весь Бледваль узнает, что вы отказываетесь возвращать денежные вклады. Жюль Дюран свирепо посмотрел на господина Варда. Он попал в цель. Господин Варда стукнул кулаком по бюро. Ваши деньги вы их получите. Ваши деньги. Через несколько дней, господин Жюль Дюран. Дайте мне только время продать бумаги, в которые они вложены. Жюль Дюран подошел ближе. Он смутно улавливал замешательство господина Варда. Как все простые души, он действовал под влиянием какой-то неясной интуиции. Он чувствовал, что совершается месть за акацию. Он, в свою очередь, стукнул кулаком по бюро. Нет, Сереже, минуту. Или я потребую их от вас через метро Пенисси. К тому же вы не можете сказать, что у вас сейчас нет денег. И Жюль Дюран указал пальцем на пачку банковых билетов, торчавшую из плохо прикрытого ящика. Они оба посмотрели друг другу прямо в глаза. Господин Варда с перекошенным лицом, казалось, решал трудную задачу. Жюль Дюран со сжатым горлом думал о своей дорогой акации. Внезапно господин Варда решился. Он открыл ящик, вынул из него связку белых с голубым билетов и бросил часть ее на бюро. Считайте. Медленно и тщательно Жюль Дюран пересчитывал деньги. Затем, кончив, он вышел без единого движения со стороны господина Варда. Когда дверь закрылась, нотариус аккуратно повернул ключ в железном ящике, заключавшем в себе остаток привезенной им из грамм ей суммы. Затем пробормотал сквозь зубы. Эта акация обошлась мне довольно дорого. Но не будем сейчас волноваться, мэтр Варда, не будем волноваться. Выйдя из конторы Варда, Жюль Дюран почувствовал, что весь гнев его упал. С ним оставалась одна только его печаль. Лишь начав оправляться после тяжелой болезни, приковавшей его на долгие недели к постели, узнал Жюль Дюран о трагическом событии, глубоко взволновавшем тихий городок Бленваль. Господин Ребен, сборщик подати, великодушно забросивший свой пост на берегу Аранша ради того, чтобы сидеть у изголовья своего товарища по рыбной ловле, имел удовольствие рассказать ему о катастрофе, постигшей более или менее все буржуазные и аристократические семья Бленваль, равно как и о том, что в одно прекрасное утро мэтр Варда был найден в своей конторе мертвым, с виском простреленным револерной пулей. Господин Варда покончил с собой, предварительно растратив в злостных спекуляциях, состояние, вверенное ему наиболее видными его согражданами. Крах этот был неизбежен, и лишь ускорился, выплатуя Варда 175 тысяч франков, вверенных ему Жюлем Дюраном. Жюль Дюран, споднявшимися от ужаса ушками фуляра, молча слушал рассказ сборщика податей Ребена. В душе его к удовлетворению примешивалась признательность. И так злодеяние, совершенное над его милой акацией, понесло ужасное наказание, и вместе с тем своему прекрасному дереву он был обязан чудесным спасением своего маленького состояния. И Жюль Дюран со своих подушек обратил глаза, полные слез, тоски и благодарности к окну, где ее, увы, уже больше не было, его дорогой акации, но где он всем сердцем ощущал ее образ, дружеский и благоуханный, являвшийся одним из самых нежных воспоминаний его жизни, потому что мы лишь в том случае жили, если хоть раз любили. Любовь, когда она не улыбается нам в чертах обожаемого лица, может открыться нам в звуке, в краске, в аромате, и предстать нам, если не в форме женщины, то в форме цветка.